Камера, мотор, тишина! Фильм расскажет о подвиге российских ученых, которые в сложных арктических условиях решили сложную задачу. Измерили кривизну земли в районе Северного полюса. Это большая 300-летняя работа, завершающей точкой которой и стала экспедиция российских и шведских специалистов. Произошло это в 1902 году. Такие простые на первый взгляд измерения сыграли огромную роль в жизни людей. Многие даже не осознают, что то, что они сейчас используют, свои GPS, координации и так далее, это в основе лежат точные географические карты. Они стали возможны только благодаря таким измерениям, когда стало понятно, какой форма земля, кривизна, коэффициенты для того, чтобы эти карты соответствовали действительно на бумаге тому, что есть на местности. И это заслуга вот той экспедиции. Михаил Малахов рассказал, что съемкам фильма предшествовал обычный человеческий порыв. Больше ста лет назад научная экспедиция, чтобы измерить форму земного шара, устанавливала так называемые триангуляционные геодезические знаки. Выглядят они как каменные пирамиды. Таковых было установлено 42. Экспедиция под руководством Михаила Малахова решила отыскать их все. Нашла более 40, сохранившихся до наших дней. Последняя была одновременно и самой интересной, и самой сложной. Самое потрясающее, конечно, было посещение горы, которая соединяла две линии измерений. Северную шведскую и южную российскую. Без вот этой соединительной точки нельзя было соединить вот эти измерения. Тогда получилась линия в 220 км шведской и 280 км российской, не соединенные. А эта точность измерений тогда всей дуги была бы на порядок меньше. Точка, которая соединяла две линии измерения, находится на горе Чернышова. Шведская экспедиция предприняла около трех попыток забраться на нее. Но ни одна успехом не увенчалась. А российским специалистам повезло больше. В 1902 году они установили здесь последний 42-й триангуляционный знак, а также 24-килограммовый российский флаг. Все это сохранилось до наших дней. Экспедиция Михаила Малахова достигла этой точки в 2016 году. Поэтому там, стоя на этой вершине, были произнесены слова не мной, а моим старшим сыном Михаилом Малаховым. А он как раз учился в ГИКе в тот период, когда про это надо снимать художественный фильм. Мне вам приятно сказать, что действительно несколько дней назад начались реальные съемки художественного фильма под названием «Архипелла». Создание ленты поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство культуры, Российская Академия наук, Русское географическое общество, Ассоциация полярников. В фильме снялись Дмитрий Поларамчук, Андрей Мерзликин, Марина Петренко и другие. Михаил Малахов добавил, что съемки закончатся примерно через год. Так что нужно немного подождать. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.